Рассмотрев внимательно основание свободы вероисповедания, провозглашённой католической церковью, пора перейти к её содержанию. Перед тем, как определить контуры свободы вероисповедания, декларация «Dignitatis Humanae» напоминает два её определяющих условия. Я сейчас цитирую. «Свершенный собор, прежде всего, исповедует, что сам Бог открыл роду человеческому путь, на котором, служа Ему, люди могут спастись во Христе и достичь блаженства. Мы веруем, что эта единая истинная религия наличествует в католической и апостольской церкви, которой Бог Иисус поручил в задание распространять её среди всех людей, говоря апостолам, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам». Все, и дальше декларация говорит, все люди обязаны искать истину, особенно в том, что касается Бога и Его Церкви, и познав её, принять её и хранить. «Значит, не существует ни множества истин, ни множества истинных их религий, ни множества путей спасения». Это очень важно. «Собор ясно отвергает всякий релативизм». Можно сказать, что релативизм? «Однако, однако говорит, что всякий человек имеет призвание и обязанность искать истину и стремиться приметнуть к ней. Эта ответственность является необходимым условием осуществления свободы и вероисповедания». И, наконец, декларация определяет границы свободы и вероисповедания очень широко. Первый вопрос. Кого она касается? Это религиозная свобода. Каждого человека иначе и быть не могло, поскольку эта свобода покоится на самом универсальном основании – достоинстве человеческой личности, а достоинстве каждой человеческой личности. Но эта свобода, если она действительно личная, касается не только отдельных людей, она касается также социальных групп, в первую очередь семей, затем различных церквей и религиозных групп. И главное, эта свобода касается не только верных или не только христиан, но каждого человека, будь то верующего, христианина или представителей от другой религии, или даже неверующих. Второй вопрос. В чем же состоит эта религиозная свобода? Это, прежде всего, свобода верить или не верить, не испытывая никакого принуждения в этой сфере. Для верующих это свобода вероисповедания индивидуальной и общественной культуры, культовой практики, а также апостольское служение и деяние. Декларация называет целый ряд конкретных прав, которые нужно уважать. Право свободно выбирать и образовать своих клиентов. Строить храмы, общаться с представителями религиозной власти и религиозными общинами, находящимися в других странах мира. Религиозные группы должны также иметь право проявлять публично свою веру и опираться на нее при построении общества. Кроме отсутствия принуждения в вере и религиозной практике, собор напоминает, что всякое политическое или социальное сегрегация на религиозной почве является противозаконной. мы знаем, что часто в политическом режиме именно таким образом противостоят духовной свободе некоторых верующих, даже если официально они ее провозглашают. третий вопрос. Могут ли быть границы у этой свободы? Да. И очень... Да. Собор подчеркивает, что религиозная свобода не должна угрожать миру и общественной морали, и за этим должна следить политическая... и за этим должна следить политическая власть. Перед лицом религиозной свободы не следует забывать и о фундаментальной ценности общего блага. Бене и коммин. Бене и коммин. Этот принцип очень важен, но требует очень здравого подхода в диалоге между политической и религиозной властью, иначе он может стать предлогом для многих злоупотреблений при тоталитарных режимах. Со стороны же религиозных групп пропаганда веры не должна прибегать к принуждению и убеждению нечестным путем. Этот пункт нужно особенно подчеркнуть сегодня в связи с феноменом сект или сектантских тенденций, даже в крупных конфессиях. Следующий вопрос. Кто должен уважать свободу вероисповедания? Отдельные люди, социальные группы, политическая власть и сами религиозные конфессии взаимованы. Наши церкви должны стоять на страже свободы не только своих собственных верующих. На основании неотъемлемого достоинства человеческой личности и природы веры они также несут ответственность за религиозную свободу каждого человека. Вот, сейчас почти конец, я приду к заключительному комментарию. Декларация Второго Ватиканского собора о свободе вероисповедания представляет собой доктринальный текст, очень богатый и очень смелый по содержанию. Это не просто еще одна из множества деклараций, которые мы находим в конституциях государств, федераций или организаций объединенных наций, деклараций, которые соблюдаются в той или иной мере. Но они важны. Она касается самих, это соборная декларация, она касается самих философских и богословских корней этой свободы. Ее цель не только защищать право церкви, хотя и это тоже, но и право каждого человека в его порой неумелых поисках истины и спасения. По сути, этот текст затрагивает три основные сферы наших размышлений, чтобы нам дать возможность дальше размышлять. Вот. Первое. Наша концепция истины и человека пред ее лицом. Интегристы, можно сказать интегристы? Да. Интегристы. Сундаменталисты. Фундаменталисты. Фундаменталисты, которые критиковали гигнитат и суммарные, были против того, чтобы церковь защищала свободу тех, кто не принадлежит к христианству. Для них не должно быть свободы заблуждения. Вот это важный вопрос.